Здравствуйте, друзья! Всем привет! Я Жилин Сергей. Сегодня 2 ноября 2021 года и у меня для вас срочное объявление по Григорьевой Ирине Гургеновне. На среду, на завтра, на 3 ноября адвокат Ирины Гургеновны приглашает к себе в офис для опроса граждан, которые знакомы, которые общались с Ириной Гургеновной, которые понимают и полагают, что она является нормальным и вменяемым членом общества. Которая сама достаточна, она не нуждается ни в какой медицинской помощи, уколах и всем остальном. То есть, друзья, я прошу вас проявить гражданскую позицию, те люди, которые понимают, что вот это беззаконие, которое творится вокруг Григорьевой, вокруг Андреева, Шамардина, других правозащитников, тех людей, которые фиксировали и показывали обществу те беззакония, то, что официально с силовой позиции творит власть. Причем, хочу заметить, в большинстве случаев это не та власть, это не власть народа, это не народ избирал тех же судей, тех же депутатов, которые... То есть, ну, все мы прекрасно видим и понимаем, что происходит, да? Это элементарно пример вам город Геленджик и его окрестности, когда власть просто-напросто меняет земельные участки, их предназначение, да? И затем люди будут выброшены, они вынуждены будут, они не могут там ничего строить, они не могут быть прописаны, они не могут продать эту землю. Просто-напросто людей законно, подведя законную базу, ограбят. Вот вам очередной пример, как поступает власть. Поэтому, вот, чтобы вы могли подумать и понять, что вот такие правозащитники, как Григорьева, Андреев, они нужны обществу, они нужны людям. Потому что я даже в своей ситуации, когда у меня возникли проблемы, ситуация, да, у меня супруга моя, Гаспаряна Литомушеговна, попала в ДТП с сотрудником ФСБ в 2018 году. До сих пор этот человек, он не поинтересовался ее состоянием, здоровье, что с ней стало. Суд по компенсации, присудил нам компенсацию 5000 рублей. Вот, можете посмотреть ролик, как произошла авария, там машина упала, длительно мы лечили Литу. А вот это все судья оценил в 5000 рублей. Вот оно, наше с вами правосудие. По машине, по которой гранта, которая попала в ДТП, по страховке, нас, скажу вам русским языком, наебали на 80 тысяч рублей. И тоже мы не смогли ничего доказать. Вот оно, наше правосудие. Точно так же ГПКНК до сегодняшнего дня сотрудниками полиции не квалифицировано. То есть, администрация, да, вынесла решение, шлагбаум этот был убран, с помощью которого меня не запускали на территорию. Я не мог заехать, не мог работать. Я понес очень большие убытки из-за этого в течение года с лишним. Вот. Но сотрудники полиции, судьи, прокуратура, это все покрывали. Так вот, я хочу вам сказать, друзья, что если мы и дальше будем молчать, вот как пример Геленджика, просто-напросто подведут законную базу под что хотите и отымеют всех нахер. Вот так вот оно будет. Поэтому тех людей, которые понимают опасность происходящего и которые хотят, скажем так, помочь Григорьевой Ирине Гургеновне пройти этот опрос и от вашего имени адвокат предоставит документы в суд от вашего имени. Да, то есть там есть люди, которые написали, что она невменяемая, она вела себя неадекватно, то есть она нуждается в медицинском лечении, в психиатрическом. Вот. И соответственно, с нашей стороны, вот мы хотим подготовить такие документы и именно тех людей, которые могут сказать, что нет, Григорьева не нуждается, она является нормальным, вменяемым человеком. Поэтому я хочу попросить вас, ну, прежде всего, адрес, куда можно подъехать, это город Краснодар, улица 40 лет Победы, 39. Краснодар, 40 лет Победы, 39. Кабинет адвоката Карины Арутюнян. Предварительно с ней необходимо будет созвониться, что она на месте, телефон ее в описании к данному ролику я опубликую и также его сейчас секундочку зачитаю для того, чтобы кому-то будет неудобно. Значит, 8-987-444-0888. Еще раз телефон. 8-987-444-0888. Значит, и Карина Арутюнян будет подавать апелляционную жалобу и, соответственно, приобщать ваши, скажем так, объяснения по данному факту. Прошу вас не быть инертными, потому что наша страна входит в ту фазу, в которой, ну, посмотрите, что происходит. ГУЛАГу точка нет, Владимира Осечкина. Мы настолько оскотинились, у нас в тюрьмах фашизм. Просто фашизм. Человек, даже если он там украл что-то или еще что-то какое-то это, его там пытают, убивают. У него риск заразиться туберкулезом, еще какую-то заразу подцепить. Это вообще. То, что люди эти заключенные едят, это вообще. Но это не человеческие условия. Слушайте, так быть не должно. Россия, 21 век, это просто, что-то, блядь, страшное. И все это из-за того, что общество молчит. Просто молчит. Вот я вас прошу, подумайте об этом. Всем хорошего дня, друзья. Удачи.